Понимать, что да, это тот самый человек, который должен был прийти. Ну, а Ньюби это Ньюби. Мы про китайцев говорили, что Ньюби... Всё очень хорошо, что молодняк приходит из... Ну, не все, конечно, молодняк, но в большей степени из команд не самых популярных, не самых известных. Опять же, практика такая в СНГ прослеживается, то есть СНГ не такой плохой регион. Мы вспоминаем того же самого Рамзеса, который попал из команды СФЗ уже в последующие коллективы. То есть его взяли из команды, ну, на уровне, не знаю, там, Ньюбиянок, например. То есть тот же самый КК появился из команды Hyperglory Team. Возможно, ты помнишь такую. Она там появилась в 2014 году. КК просто нашли в пабах, взяли, ну и дальше Ихом. Ихом перекупили, потом Ньюби. Ладно, мы не про это сейчас, это так, что-то отвлёкся. Земляная панда от команды Ньюби распирит появляется. Вот такой вот персонаж. Нечасто мы его видим. А если видим, то обычно от Джеракса. Но и другие команды пытаются на нём покатать. Как тебе этот персонаж вообще, после всех этих фиксов, насколько тебе он нравится в пиках? Да, на самом деле Земля хорош. Правда, вот давненько не было таких Земель, которые могли бы выполнить Аганим. Это вот сейчас, в последнее время, они такие вот более пятой позиции катают, без шмоток. Но герой неспоримо очень жёсткий. Ну, конечно, его фиксили. Понятно, где там затраты. И булыжник летит. Ну, да, Джеракс, то есть ему всё равно фиксик не фиксит, он на нём очень крут. Свен у ЕГ. Свен от Артизи. Это тот самый знаменитый Свен. Ну, кстати, Свен очень хорош против Лайстилера. Да, хорош. Надо Фуриона брать, и всё, тогда изи победа для команды Ньюби. Мы же помним. Мы же помним Артизи. Это же его, это же его, сигнатурный, в хорошем смысле, герой, он же, да. Да. Мастер Свена. Две рапиры, все дела. Ну, ладно, это все шутки, конечно. Две рапиры и катрас футами. Так-так-то, конечно, Артизи на своё не неплохо. Он реально хороший игрок на данном персонаже. Появляется Тимберсоу. Опять же, пока мне пик Ньюби нравится чуть побольше. Тимберсоу быстро убить не выйдет. У нас такой раз пик, что уже 7 стренджевиков пикнуто. Силовики одни у нас. У нас силовая битва на данный момент. Ну да, очень жирный пик. Ну да, я говорю, что тут убивать будет трудно. И мы понимаем, что Акс против Тимбера... Акс будет побежать. О, ладно, окей. Медуза от команды ЕГ. Скорее всего, она будет центровать для Сумаила. Я считаю, что это очень-очень-очень... Что? Это очень жадно. Это жадно. Медуза, Свен, все это вместе. Пармить и тот, и другой должен много денег. Честно говоря, не знаю, как они тут будут играть. Ну знаешь, там как бы Медуза против четверых милишников. Как бы... Были матчи не раз, когда Медуза минуту к 20 начинает такую агрессию. Плотную очень. Не то, что прям забивается парм с позиции обороны, а именно с позиции атаки играет. А тут под Свеном еще и под Варкраем, как бы и под Аксом, под Виспом. На самом-то деле, ЕГ могут начать рано агрессировать. Да и, в принципе, вот прошлые матчи с Виспом об этом и говорят. Что там были, ну, быстрые победки, там, 27, там, 30 минут. Ну, по соотношению с прошлым матчем, где у нас матчи были, там, порядка минут 60, это быстро. Понятное дело, как бы они 15 минут, там, и ГГБ по Изи, но все же. Я не знаю, просто Медуза с Вен, это, ну, это прям жадность. Тут надо нафармить немало слотов, то есть Медуза с одной линкельсферы, там, не выйдет убивать. С Вен с одним армлетом или доминатором не пойдет убивать, в то время как у Ньюби. А Ластилер покупает себе Дезолятор, покупает себе армлет, это не так много времени надо. Минут 15-20. Слардар покупает себе Блинк в 15 минуте, но если все будет так средненько идти. И, ну, не знаю. Да, Свен хорош, против как раз какого-то этого минус армора, в Аркрайе он будет нажимать, но... Не знаю, мы помним команду Фнатик, тогда еще, когда Мушис, Сахай, вот это все компании были вместе. Не было никаких, там, сейчас, как Лишафлы появились, там, Рейвены, и так далее. И Медуза была от Муши, которая в 20 минуте заходила на базу противника. Вот это законтрили. На самом деле это очень жестко сейчас, было пикнуто от ЕГМ. Верна. Ну, я помню, я когда вижу Виверна Акса, вспоминаю комбинацию команды, Complexity Gaming, они играли тогда на квалификациях, по-моему, или уже на основной части играли Эпицентра, и они делали очень много стаков, миллиардом стаков делали на иншитах, на средних, на больших нейтральных спаунах. И просто потом Акс подходил, и вместе с, как раз таки, коллнебрейсами, верно, очень быстро фармил. Поэтому поглядим. Сайленсер от Ньюби на ласпик. Да. Это сайленсер саппорт. А ласпик интересный вышел, да? На ласпике тоже, как бы, неплохо. Когда Висп пытается врываться, то угол прожимает, и там уже сражаться становится сложно. Ну, вопрос... Интересно, раз пик в самом-то деле, но я вот не знаю, предпочтение, кому будет тут отдать. Да, вопрос один. Три-один, либо два-два. То есть, всё, тут других вопросов быть не может. Ну, знаешь, я, пожалуй, первый отвечу, а три-один. Три-один, все-таки, на заега. Да, ни козаков болеть не буду. Ну, тут, конечно, да, пик... Поглядим, в общем, как это всё будет реализовано, как это виверно будет работать, как будет работать Медуза плюс Свен в одной команде. Акс уходит в леса, то есть настолько жадный пик, что это просто жесть. Так, Расперито спалил тут Артизи. Вард, конечно, ставит КК, но Артизи всё прекрасно знает и понимает, что надо здесь Вард будет сбить. Так, ну что ж, Evil Geniuses против команды Ньюби. Напомню, что это гранд-финал турнира МДЛ. 2-1, пока что ИГ впереди, они в шаге от победы в этом турнире. Команда ИГ, сторона Райдент. Крит на Виверне, Сумаил на Медузе, Юниверс на Аксе, Зай на Ио и Артизи на Свене. Ну и команда Ньюби, сторона Дайер у нас КК на Эрспирите. Си играет у нас на Тимбере. Юнайн на Лайфтере, Фейс играет у нас на Саля и КП на Слардаре. Поглядим на лайнапы, какие будут. Возможно, это будет 2-1-2 над Ньюби. То есть будет 1-1-2 плюс Слардар. Ну, поглядим, тут трудно говорить. Тимбер идет в мид. Кстати, Тимбер у тебя топорик. Ну да, чего нет. Он будет стоять в армите. Щиток, топорик против Медузы запросто. Я думаю, что не будут. Или против Акса. Не-не-не-не. Так он же... Ну да, тут... Это ж соло-мид Тимбер. Акс вообще в лес идет. Потом вернется на оффлайн попозже. Так что тут топорик вполне оправдан, чтобы просто получать побольше крипов. Так, по рунам. Тимбер вверху. Внизу Медуза. Ну и... Давайте смотреть. Надеемся, опять же, что игра будет крутая. Как, в принципе, и предыдущая карта. Где просто будет решаться все не на том, что кто-то слабее, а просто на каких-то ошибках. Вот, единичных. Которые решают исход игры. По лайнапам у нас получается Свен, Виверна и его легкая линия. Мне очень жалко КПА. Будет ему непросто. Виверна будет заплевываться постоянно Арксик Биверном своим. Там еще и Свен подстанет. Но погибать прям по кулдауну не должен по локе. Дэмэджа тут не настолько много. Центральная линия это Медуза против Тимберсоу. Это мы уже отметили. Ну и оффлейн у команды ИГ отсутствует, потому что Акс на первых минутах в лесах. Ну и легкая линия Ньюби это Лайфсиллер и Сайлансер. Лайфсиллер на полном фрифарме. Ну да. Сайлла, по крайней мере, может сейчас уделить время на отпулу, там, все дела. И поднять себе уровень быстро. Потому что идти на линию и пытаться там снизу напрягать даже триплой не стоит. Там больше потеряют, чем заработают, скорее всего. Ньюби. Приходит низ КК. Правда, не знаю, какая помощь у него может быть. Все-таки это РС Перед. Везде ПТ, не знаю, был там какой-то Дарк Сиркл и Слардар, еще ладно. Внизу там нормально, еще КПА умудряется напрягать Артизи. По крипстату четыре крипа. Второй уровень. Там крипа увели, и пришлось Артизи с собой их танковать. А вот что делал КК, он пришел в леса, попытался помешать Юниверсу, но как-то пока не особо удачно. Но, правда, Юрист остается абсолютно без подхилла. Надо что-то привести, что-то там по Курьеру. Курьер, Фласка и Щиток. Все, правильно, да. Надо все это будет в будущем привести. На самом деле, Юниверсу на крипа увезло. Вот у него уже третий уровень имеется. Ну, как повезло. Как понимаю, он здесь стакнул просто. Здесь зафармил. То есть там средний спаун. Ну, и о том, что крипы выпали те, из которых из крипы падает много. Как раз, тролли там падали. Еще одни тролли сверху. Ну, по правилу Акса всегда все хорошо. То есть редко больше Акс там в лесу проседает по опыту. Ну, да. На центр выходит Расперит на Сумаилу. Сумаилу очень больно. Параллельно там все-таки был ферст бат на Свардаре. Мы упустили, но тут параллельно и убивали Медузу, но убить не смогли. Ну, да, Свардар, видимо, опять понаглел. Свен дал стан. Подошел ее, дал спирита своей. Ну, и Виверна Артик Бернам помогла. Тагифраг для команды Игади 0. Они начинают своим киллом. Крит на Медузу. Ну, кстати, это еще и для Виспа. Так что он там закупится ботлом поскорее. Кстати, по поводу того, кто играет на Виспе в ЕГЭ. Вот было вот уже это четвертый матч в рамках МДЛ-а. И две игры играл Крит, и две игры играл Зай. Это как раз как вот вторая игра для Зая в рамках этого турнира. Так что умеют оба спорта на этом герои исполнять. Так что там, наверное, может зависит от того, какой второй супор. И кто именно будет играть на этом самом Виспе. Делает стаки уже Виверна потихонечку. Для Акса, для Свена, для Медузы. Тут фармить может кто угодно. Наверное, изначально будут фармить Акс. Если посмотрю, тут сложно сказать. Но, наверное, я по Аксу. То есть отдавал бы, чтобы он купился побрызстрее там Блинка, либо Вангвард. Так, ну все, окей. Лавсилер полно при фарме. Значит, Аксу надо лететь на топ. Да, Юмерс прямо-то и делает. Прямо вот эту секунду, как я и сказал. Ну, потому что надо лететь. Потому что ставили тут на Акса одного. Саппорты перетянулись вниз. И, конечно, надо как-то этого Лавсилера гонять. Акса-то может делать. Левел 5, 3-й Контр-Хеликс. Вполне может справляться с этой задачей. Пока начало как-то у Ньюби не складывается. То есть, не считая Лавсилера, по другим линиям проблемы. По крайней мере, КПА уходит на 287 хп. Артик Бёрн пошел с фейта. Фейт. Ну, стан через секунду осталась. И фейт, да, должен погибать. Стан. Удар. Еще один удар. Ну, кстати, Артизи больно. Артизи больно. Артизи под курсовиси. Дэмод же там много. С курсой надо фласку, наверное, нажимать. Фласка пошла. Мувспида УКК не хватает. Ну, и, наверное, Зая убьют. Зая еще. Нет, там Физер у него есть, и он просто уйдет. Да, да, да. И маны просто нет на крашек. И Бодл еще есть. Так что сейчас вот хилится неплохо. И Ронул законтролит. В общем, все очень классно для ЕГЭ. Да, и не поспоришь. Очень круто вышло. Там еще и стаки. Ну, конечно, мелкий лагерь, но все же. Ну, туда хватает стаков. Крипочки забирают себя. Артизи набивает крипстат. Догоняет Акса. У Акса уже почти имеется лвл 6. Ну, и надо купить, наверное, какие-то, хотя бы, обычные ботинки. Ладно уж, Транквилы. Хотя, в принципе, из кольца протекса можно и Транквилы сделать. Да, делает Транквилы. Надо их только привести. ПТ появляется у Артизи. Центральная линия. Тимбер против Медузы. Ну, и Тимбер стало трудно, потому что Мистик Снега сжигает абсолютно всю ману. Тимберу непросто. Но по крипстату при этом Тимбер стоит и чувствует себя очень комфортно. Как видишь, даже немножко обгоняют. Для этого он укупил топор, потому что обычно Тимберы фармят верным десом на линии. Ну, пытаются там крипо продамажить и потом всю пачку зафармить. А здесь он без волны как бы этого делать не может. И взял топор себе. На самом деле топор работает о Тимбере. Нет, топор, конечно, конечно. Мы не впервые так видим. Это стандартный момент. Если против тебя не стоит какой-то прокастер, чтобы покупать там стики какие-то. Или не стоит там герой, который просто будет очень сильно валить с ранжа, чтобы покупать промышл. То вполне топорик. Хорошая штука. Да и в будущем можно, если прям все плохо, арон талон купить. Бывает и такое, что трудности возникают. Пока Арканы у Тимбера спалил вард то ли Сумаэл, то ли кто-то помигал. Не знаю, кто-то, но в общем этот вард был известен уже для ЕГ. Они его в будущем разобьют. Что по стакам на иншнитах? Акс идет их фармить. Правда, тут их как-то мало. Да, и фармить даже не стоит пока. Два стака, это несерьезно. А вот выйти в мид, попытаться убить Тимбера даже очень можно. Ну, подстакать еще раз. Ну да, 30 стак сделать. Раз по дороге идет. Я еще и руну какую-то законтролить. Может быть даже какой-то инвиз. Инвиз был бы прям максимально полезен. Ну да, или хастул, в принципе. Тоже норм было бы. Ну, не все лучше. Тимбер все-таки... Ну, баунти. Ну, в итоге да, вообще. Не то, не другое, а просто баунти. Ну, висп, да-да-да. Круто. 104 урона будет у него. Стан. ДД активируется от Зай. Вот они 104 урона пошли в действие. КПА уходит. Но было очень больно. Ластфорд в Артизи. Артизи еле живой. Ю-9 побежал на там замедление от Артик Берна очень сильно. И живет и Зай, живет и Артизи. Еще непонятно кто кого, хотя бы Лыжник, ну как-то куда-то он полетел. Куда он полетел? Куда? Ну, смотри, в итоге в пятером сместили сюда у нас Ньюби, и, похоже, никого не убьют. Хотя... Да не, подожди, подожди. Подожди, может быть, убьют. Стан, правда, Артизи есть, поэтому опасно заходить за Тауэр. Летят шарики, виспа, очень больно. Висп ДД, смотри. Да, висп ДД там очень больно, очень больно. Неплохо. Притом ты даже еле видишь, что там ДД висит. То есть с виспом вообще проблемы анимации вот этих вот рун. То есть инвиз не виден, вот ДД, попробуй заметить, оно так еле-еле видно. Потому что шарик и так голубенький весь. Пошел в сатире искать виспа, мстя Заю. Но Зай пытается это задоджить. Стан точно не... Да не, 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 не. Надо закупаться, погибать. Это было слишком круто, но пришло погибнуть время. Ну знаешь, в любом случае, у тебя было смещение от Ньюби в пятером на линию. И в итоге все окончилось тем, что они как бы пришли, ничего не сделали, ушли. Ну потом убили Зая, но все равно. Как бы там и Топ остался свободным. Кстати, на топе у КПА это проблема. КПА получает топором. И погибает, да, Свардар. Опять же, это снова Юниверс на Аксе, который почти никогда не ошибается. Очень хорошая игра от него. Снова. Ну и 1200 золота, то есть на подходе. И какой-то Брэндайгер скоро будет. Не забываем еще и про Веншинта. Не знаю, будут ли фармить 5G Хакс, либо оставят Свену. Но скажу так, если игра затянется глубокий лейт, можно сдаваться и писать какой-то гейм в стороне Дайеров. Потому что Медуза, Свен, Акс, Виверна, это я не знаю, как это выигрывать. Потому что, конечно, у Ньюби будет пик не такой сильный именно в лейте, когда будут минуты, там, 60-е, например, идти. Ну, по крайней мере, я не знаю, как это будет происходить. Ну да, ну, смотри, в принципе, по Нетворсам, как бы, да, у Ньюби все неплохо. Там топовый Нетворс за лайс-тиером. И, там, топ-5 находится у нас Тимбер. Но там целых три героя имеют очень такие серьезные цифры уже. По 3-300+. Да, богатые, богатые ребята. Ну, пока просто фарм. То есть, ЕГЭ довольствуется тем, что им дают фармить. То есть, Сумаил фармит, Артизи фармит. У Артизи, там, 1700. Я не знаю, он Блинк, что ли, рашит. Или все-таки, как-то, Доминатор Армлет. Саблю? Прямо так, первым слотом, без чего-либо. Ну, ладно, посмотрим. Ой, сколько денег для Юниверса. Да вот он, Клэд Эбрейс, то есть, комбинация, которую показали нам ребята из комплекции гейминг. Акс крутится, а лава хомутится. Да, и, главное, ты не дамаж не получаешь. Все. И у тебя, у Акса, 2 500. Это рейндропы, это Блинк, это 9-ая минута. Это очень много. Если сейчас ЕГЭ начнут еще и сноуболить с этими персонажами. Там, кто-то релокейт будет с Вен плюс Ио. Акс будет ворваться. То дела плохи. Так, проблем появляется у Крита. Надеюсь, он надолго оливнет. Кстати, как правильно? Крит или, точнее, у Крита или у Крита, как думаешь? Конкретно, вот с именем. Наверное, Крита. Наверное, Крита. Да. Так, ну, снова какие-то у нас паузы за паузами. Ладно. Это игроки. Может быть, не знаю, курточку поправить надо. Такое часто бывает. Киберспортсмены, на самом деле, уже такие стали очень парнетребовательные. Райдерлист можно составлять, скоро будет как рок-звездам. Потому что там любая помеха, НС об этом писал, что любая помеха, мы ставим паузу. Я писал, что если в футболе там кто-то упал, то, типа, ты бежишь дальше. Если там упал, у парня нога болит. Ты бежишь, заканчиваешь момент, только потом уже свисток. А тут сразу, не знаю, там рука на 3 градуса холоднее. Надо грелку сразу для рук принести, а то на мышку не можешь. Не, ну ладно, для рук, ладно, руки холодные, это беда. Я думаю, когда у многих не было батареи еще включено, у меня до сих пор нет отопления. И проблема есть, когда просто ты играешь, и очень руки холодные, сложно играть. Ну, главное, две ноги, две холодные. Нажимать и на клавиатуру, и на мышь, ну, такая проблема есть. Ладно, все, пауза отжалась, просто, ну, не знаю, может быть, тактик пауз, может быть, просто... Просто реконект сделал, какие-то подлаги были небольшие, бывает. Действительно. Ну, пока Акс не хочет свой блинк реализовывать, и чтобы еще подфармить. Мало, нужно больше золота. Ну, а там Армлет, я вот это уже Лайсига. Смоук разбили, ЭГ. Ну, как ЭГ. Вивер на Акс, ну и готовы реализовывать свой блинкдайгер на Юниверсе. Внизу есть клиенты, тем более, это Юнайн, это Фейт. Ну, Юнайн желательно, конечно, убить. И сейчас будет здесь пачка крипов, если Акс хорошо прыгнет, то это конец Юнайна. Даже можно по Тавру прыгнуть, вот так вот. Врыв, Юнайн, пошел там в Сантерхеликс, Юнайн очень больно, Юнайн погибает, все. Притом надо отсюда команде Ньюби уходить, потому что, если что, они могут и дальше пойти. Ой, релокейк это не очень. Ну, на опережение подали, закрепить получилось. Ну, просто надо пушить теперь. Правда, Артизи стоит под Тавра, может он, конечно, наковать, но недолго. Ну, смещается на третью позицию этот топовый Недворс, и теперь у нас топ-1 за Юниверсом. Который, кстати, покупает плейт-мейл. Акс шарит. У нас вот был, сегодня уже третий Акс на сегодня, и у нас был Акс без Блэйдов, и он проиграл, а Акс плейтами выиграл. И, возможно, выиграет еще раз. Ой-ой-ой, агр, да ладно, успел, но успел отъехать у нас из Си. Ну, Мистик Снэйк есть, может у мейл закинуть, и даже будет больно. Ну, Тимбер убить трудно, Тимбер все-таки имеет пассиву. Ну, если за агрил, его бы убили, скорее всего. Ну, не знаю, на самом деле. Все равно там не так много дэмэджа, это все-таки Тимберсоу. Это Тимберсоу, там третья пассивочка, и стики, поэтому я не уверен, чтобы убили прям. Вот Тимбер как раз-таки убивать будут непросто, конкретно Аксу. Если там не будет рядом много крипов, чтобы работал Контер-Хеликс. Но пока 4-1, пока Акс топ-1 по Нетворсу, Медуза топ-2, Лайфстиллер только идет топ-3. Из команды не убила Лайфстиллера. То есть вот тут инфест-бомба, КК, готовы врываться, Артизи. Артизи получает булышник, выходит Ю-9, Артизи получает еще Ласворд, Курсу, ну и... Закономерно погибает после этого врыва. Врыв от Юниверса плохо, никого не попал. Фейд под Стонгейзом, окаменел КПА. Но проку от этого нет никакого. По итогу, очень неплохо вышли Ньюби, развили на ультимейт. И при этом сами особо ничего не потеряли. На самом деле, как бы Виверна даже такой же не делала. Она на топе сплит пушит, фармит. Ну да, да. Все понял. Кстати, мог пытаться даже криты прилететь, в теории, да, там какой-то колдебрейзать. Ну ладно, забил. Может быть, никак бы не помог. 4-2, второй фраг для команды Ньюби был сделан. Убили Артизи. Выходит Зайс Сумаил. Нормально так тычкует тимберу. Очень серьезно. Пока не было Мстака на пассивочку. И там хватало магии в виде спиритов виспай в виде Мистик Снейка. Сумаил берет себе еще дабл дэмэдж. Да, кстати, Сумаил с вещью прикупает Дрэггаллендс. В коровом времени. Ну, правильно. Если появится, и РНЖа будет. Правильно. Артефакт, опять же, очень недорогой. Дает много. Покупают его сейчас почти все. Ну, кстати, у нас в Плейс. В принципе, я вывез 6-й левел, что немаловажно. И плюс, он купил уже рецепт на Мидасик. Так что Сала такое-то. Стандартное получается. Хотя, конечно, оно сейчас летает, но вот раньше они так и собирались. Через Мидасики. Жаль, конечно, очень мало интеллекта у нас украл Фейс. Ну, фрагов мало было. Конечно, мало украл. Нет киллов тут, нет такого прям мяса, что было 10-10 на 12-й минуте. Опять же, аккуратно, Дота. Ньюби прекрасно понимает, что надо играть аккуратно, потому что шанс на ошибку отсутствует. Разумеется, сейчас будут китайцы настолько играть аккуратно, настолько будут не подставляться максимально. Выходы только стопроцентные будут. На топе, например, сейчас видят... Должны были видеть Акса. Все, нет, может быть, и не видели ночью. Вижу на мало. Сморшет подставится, кака ставит... Опс, варда, спалил передвижение Акса, и все. Все, так кака уходит. На центре вышка практически упала у команды Ньюби. Буквально, кстати, 244 хп. Ну, есть дабл-дэмэдж, Сумайл может тут его нажимать. Ну, даже без дабл-дэмэджа начинает бить. Там, если что, на подсейве стоит Крит. Ну, и Тауэр, у нас 108, 69, ДД активирует Сумайл и добивает Тауэр. Да, и вот они на Творце, мы видим, да, Акс Туп-1, идут за Туп-2, СВН Туп-3. Пока жадность есть, не наказывают Ньюби. Это плохо. Что вот так вот кора команды ЕГЭ фармят все. Настолько хорошо, настолько много денег получают. Почти есть сабли у Свена. Ну, а медуза... Еще один большой многоспаун Энштал, увы, не получилось. Слишком уж много, они там запутались. Ну да, тут трудно, они другу себя стопят просто в этом нюанс. Там есть ДД у Сумайла, но... Я думаю, может быть, для Акса все что-либо будут отдавать, но я не знаю, я на самом деле считаю, что Акса уже хватает, слотов ему не надо больше, чтобы помить. Артистов, мое, мое. Ну, правильно, правильно, конечно. Тем более, медузы здесь будут фармить 300 лет, СВН намного быстрее не будет фармить своим варкраем и кливом. Да, и тут много денег. Очень много денег для СВНа. Я не знаю, на самом деле, все очень плохо для Нюби. Они никак не реагируют на то, что там два очень жадных кэри фармят, они говорят, ну фармите. Лайфстилер это не вывезет. Если СВНа берет свою мощь вместе с Медузой, Лайфстилер и Тимбер это не вывезут. Слардар тоже круто, но от него там не так много прока, потому что Слардар по Нетворсу проседает. Там Акс все-таки еще, подниму, тоже забывать не стоит. У Акса топлива на карте 11 на пару с Сумаилом. И вот уже второго уровня у него, Килинг Лейд. Это уже 250 урона на Летал. Так что сложно, очень сложно. А там только очень много миличников, только 4. Окей, Ньюби, Ньюби побежали. Вот она попытка нормально выйти. Может быть поздновато, но все же это случится. И побежали, ребята. Так, КПА. Есть у него Блинк. Можно очень круто ворваться. КПА. КПА. Ну, врыв есть на ИО. Моментально пошел Глобал. И его убивают очень быстро. Сумаил Стонгей все-таки нажимает, но и начинает навалить по Пейту. Пейт погибает. Юниверс под Блодмейлом. Бить его бесполезно. Юнайн ему надо отсюда по-хорошему просто уходить. Юнайн. Попытка убежать, но на реале это выйдет. Врыв от КПА неплохо. Краш по троим. Пошел Тимберчейн, также по троим. Чакрам по троим. Можно убивать абсолютно всех Артизи Стонг. Винтеркерс. Ошибка. Ошибочка. Возможно, вернее стоило ультовать. И Артизи остается один. Один против всех. Артизи отталкивает его подальше и убивает. Ну и погибает также и Медуза. Как же круто в этом файте проявил себя Слардар. Ну и непосредственно СК. Отлично был врыв. Краш по троим. Дальше Тимбер просто сделал то, что нужно было сделать. Он дал все скиллы по всем героям. И смотрим файт-рекап. Смотрим сколько демеджа. Даже эластирование, на удивление, топ-1. 2 700. У Тимбера только 1900. Но. Это минус 5. Размен на одного Сайленсера. Я в шоке, что это происходит. Но. Молодцы, молодцы. Значит, вот пока надо давить. Пока у СВН артефактов мало. Пока у СВН нет БКБ. А пока у него нет только Сабли. У Медуза только там Яша, Драгон Лэнс. То есть мало статов. Могут так делать. Но. Были. Был шанс, что они сейчас этот файт и проиграют. И что самое забавное там. Буквально вот этот врыв кипяю. СВН все и решил. Неплохо. Неплохо. Молодцы, ребята, из Ньюби. Ну, там еще, конечно, ошибка была от Виверны. Можно было не ультовать. Виверна ультанула по Тимберу. Хотя там СВН спокойно бил. Стоял под ГДСом. И Тимбер должен был погибать. Но. Крит, видимо, просто не знает. На блокнотки какие-то нажатия использовали. Заход на Рошана. У СВНа ДД. У СВНа еще и ГДС. То есть демоджа будет очень-очень много. Да, ГДС и Пи поехали. 300 урона плюс. Правда, не знаю, Ньюби пойдут или нет. Что по НФС-бомбе? НФС-бомба есть. Наряжена. Окей, ну... Кстати, у нас снова играют за Радион. ЕГЭ. Опасно заходить. Сейчас подряд. Опасно заходить. Там Виверна с ультимейтом. Ты прыгнешь, выйдешь, и тебе Виверна просто ультанет. И ты убьешь, собственно, ультимейта. Поэтому не знаю. Полетели спириты по Тимберу. Полетела Мистик Снэйк. Врывается. Ой, как плохо. Кипя это ворвался. Как же плохо ворвался. Стронгейс моментально от Медузы. Рошан все еще стоит. Рошан стоит. Рошан падает. Медуза. Забираясь уже Аегис. Ну и КК надо отсюда бежать. КК получается станк. КК будут погибать 100%. Уйти ему не получится. Погибает КК. Ну... Вот такая была боюдочка от Юниверса и КП. Они врывались друг на друга. И в итоге... Ну, просто... Попали, да? Славтори, считай. Да. Ягс промазал и КП промазал. Но все же врывки КП тут был решающим. Потому что он все-таки был еще и заряжен инфестом. Ну, наверное, не стоило эти команды не убил. Потому что все-таки... Они самые выгодные была территория. Они знали, что имеется Винтерхерс. Которая даже не была использована. Ну и у них не было глобала на тот момент. Что самое неприятное. Был бы глобал, наверное, могли бы как-то синицировать. Но без глобала... В тот раз Тонгейзы, агры. Висп там подхиливает. И помогает максимально. В итоге Рошан за командой ЕГЭ. По графикам они снова ведут где-то 3,5 тысячи. Ну и 2,5 по опыту. 6-7. Пока вот такая карта максимально равная получается. Хорошо, что играют сейчас они против Сала. И реализуют то, что нет глобала. Потому что колдаун там 2 минуты и 10 секунд на глобале. Ну, в принципе, так же Ньюга пытались играть и против Варлока. Чтобы вот... Между големами нападать. Потому что големы страшные. В принципе, только глобал. Пока что артефактов нет у ЕГЭ, чтобы запуржить его. Есть снова инфест с лордара. Снова попытка выйти. Смоук. Да, нажали. Ну, отразбут Аегис. У Медузы не стоит про это забывать. Но будет и глобал. Смотрим. Релокейт на фейта, фейт и паут, но не уверен. Раз, два, три. Ну и погибает сайленсер. Минус 4. Там кипи остался. Пользуйся командой ЕГЭ. А я спирит и кипи ждал чего-то. И получается там лезь свой этот стим вайп в обратную сторону. Ну, пока еще жив. Кипи, давай не будем хоронить. Пока он пытается уйти отсюда. Есть у него стики, есть у него спринт. Кипи, спринт нажимает, стики нажал. Рано ты хоронишь. Рано, рано. Не спеши. Ну да, смотри. Блинк аут. И уходят отсюда. Ну, рейндропы спасли его от смерти. Но это все равно плохо. Они, конечно, молодцы, но не меняют то, что файт снова неудачный. Снова они размениваются неудачно. Отлично. Там, правда, был байбэк Ио, как я помню, да? Ну, висп может себе это позволить. Минута ранее, левел небольшой. Ну да, ну, важно байбэк все-таки. Не так что дорого. Очень помог. Айгис даже не выбили методу, что самое забавное. Ну, кстати, там еще и бустом разряжен у Тимбера. Твердие заряда остается у него неприятно. Свен почти БКБ имеет. Но вот с БКБ будет веселухо, потому что там уже Сайленс ты нажмешь, а Свен нажмет БКБ. Ну и, в принципе, против Тимбера, против Свардара, против Спирита. Одно БКБ решает все проблемы. Артизи в этой игре сразу говорит. Понял, вопросов нет. БКБ так БКБ. Не буду там ждать до 50-й минуты, когда все понятно будет. БКБ тут реально можно будет идти давить. Даже имея Медузу. Потому что Медуза такая боевая. Яша сейчас будут пика появляться. Сумаэл не такой, который сейчас будет там с Медасом что-то там АФК фармить. Нет, тут Сумаэл будет с командой работать. С командой играть и с командой дарить. Да, там ни-ка не было на таких игр, когда играли через Медузу вот фу-керри, который просто фармит, 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 а потом 6 лотовый, и тогда давайте воевать. На самом деле, она для агрессии, для давления подходит очень-очень здорово. Она плотная. Стратегия Муша, 20-ая минута, запут на рампу. Вот та самая стратегия. И до сих пор имеется Аегис, появляется БКБ. На самом деле, можно сейчас тут хорошо повоевать, сейчас ЕГГ могут даже частично выиграть игру. Ну, тут еще секунд 40 где-то до выпадения Аегиса, и 40 секунд на самом деле достаточно времени. Кстати, еще бузят, вот, взяли себе Огра-Чародея, который навешивает Айс-Армор, и там 43, 43 армора под БДС у Медузы. Под Варкраем, конечно, у Медузы. Многовато будет, тяжело такое пробивать, несмотря на то, что у вас в пике имеется Слардар. Добавляем мы шли Сумаила. Хороший. Да, скан провязали, понимаете, против противник. Сумаил с дабл-демеджем. Слард с ГДС. Стоит ли воевать в команде Ньюби? Да, пробало Егис, но... Если вдруг ворвутся Ньюби не совсем удачно, и они пойдут еще раз, то, опять же, ГДС плюс дабл-демедж и Сумаил, это, опять же, смерть. Летит пика для Медузы. И выход на топ. Там есть крит. Крит. Крит, надо уходить. Бласт и все, улетать, улетать, улетать. Топ-аут. Крит, 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 крит. Флай, крит, флай. Да, надо делать и паут, уже кликать. Он пытается пока его марсовывать. Тяжело его так искать. Да, тяжело. Это скинипатрайтер, который за собой лес уничтожает. И верно у нас к природе относится иначе. Она не ломает во время полета, во время поземления. Так что ушел у нас крит. Ну и на самом-то деле, как бы, спейс-критник, было время. На него сместились всей толпой. Не убили. Ну, убьют тавр Т1, но это Т1. Как бы, два-три минуты можно уже его и потерять. При том, что, там... Ну, он побит. Если бы он был... О, я думаю, ЕГ могли бы его поддефить при желании. Тут, ну, нет никаких проблем у него дефит Т1. Ты знаешь, смотри, там есть, как бы, эллокей, телепорты, курсаль. Да-не-не-не-не, тавр на 200 хп. Как тут его дефить? Ну, понятное дело, Глиф обновится. Но все же, вот Глиф прожали и отогнали у нас Ньюби. Они, веришь, не захотелись до конца его добивать. И, наверное, Тавара будет, возможно. Бояться настолько... Настолько они никого не видят, как я понимаю, просто на карте. Им страшно. Они не видят. Вдруг кто-то здесь стоит в самоках, например. Поэтому страшновато, конечно, заходить. Но внизу уже Сумаил. Все, увидели Сумаила. Сразу подходит, убивает Тавар Тиберсоу. Но и Сумаил вместе с Артизией. Тавар тоже забирает. Правда, это Т2 башня. Важный нюанс. Врыв возможен. Да, там был врыв на Крита, но нет. Крит живет. Надо лететь на базу. Команда Ньюби. Да, пошли телепорты. Раз, два. Ну и ЕГА могут обходить. Ну, кстати, у нас снова попытка КИП выйти в Мидас. Посмотрим, будет ли она у него успешная. Потому что в прошлом матче она успехом не увенчалась. И там до минуты так 32-й, 34-й у него Мидаса еще не было. Ну, хотя, хотя, бывали в Мидаса и на 70-й минуте. Так что, тайминг, это миф. Очень хорош Висп, он через Гастом, убить его трудно. То есть Симир, конечно, справится. Но если какой-то Ласт Лир быстро попытается запокусить, то его ждут неприятности. Так что Гаст штука полезная. Смоук от команды ЕГЭ. Неплохо. Будет такой небольшой байт, возможно, Сумайл. Возможно, просто Юниверс ворвется. Скан заканчивается буквально там за секунду. Обидно, обидно. Сейчас, возможно, не готовы Ньюби к атаке вот это вот. А, Юниверс готов прыгать. Юниверс. Ну, пока, пока обходит стороной Ньюби. Есть, который дает информацию. ЕГЭ. Юниверс, в рейв, агр, на КК, КК подцепили. Параллельно в рейв на крита, крита моментально убили. КК, очень больно, КК, КК должен погибать. Артизи под бэклэкин баром, КК убили. Надо команде Ньюби уйти, тогда будет неплохо. Тогда все будет окей. Но СВЕН с Блинкдаггером, он должен прыгать, СВЕН. СВЕН, нет, Блинк пока сбивается. В магнитайсе сел. Да, магнитайс, поэтому нельзя было прыгнуть. Неплохо, развели на БКБ, на ГДС. Хотя релокейт, на КПА пытается прилететь его убить. КПА должен уходить. Нужно млекаунт унести, телепорт есть, поэтому живет. КПА. Ну, быстрая рыбешка, тяжело ее ловить. Тяжело. Да, в общем, нет глобала теперь, целых 90 секунд. И можно этим воспользоваться, чтобы даже пойти, ну, либо на Рошана, либо в пуш. Ну, скорее всего, Рошан все-таки, это будет. На верочку. Да, Рошан было бы неплохо, согласен. Рошан лишним будет, точно не было. Медуза дофармливает себе манту-стайл. Ну, и вот Рошан тут сам и стоит. Да, без глобала воевать трудно. Ой. Наверное, не знаю, конечно, отдавать не будут. Будут, конечно, там как-то стоять, отказывать сопротивление, но... Только какой-то идеальный врыв от КПА и СК суммарно может как-то помочь. Рошана бьет не очень быстро, ГДС в кулдауне. Дэмэджа не супер-то и много. Ну, как и ПА вместе с Юнайн, Крита пытается моментально убить. Крит живет, Крит живет, Винтеркерс надо давать. Винтеркерс пока не дают, просто убивают КК, просто убивают Юнайна. Даже без Винтеркерса. Окаменел Фейт, Фейт отсюда уходит. Ну и пришли, ворвались. И ушли. Ну да, но на самом деле, как бы давать Юнтеркерс не стоит сейчас так, потому что ты урода не вписываешь, и как бы там нет такого жесткого... Ой, Артизи застрял, Артизи! Папа! Пацаны, спасайте! Артизи бедно, да, прорубили тут деревья, сам Тибер. Но это просто человек-мем. Ходячий, то и Артизи увозят подальше. У нас игра, когда играет СВН, хоть у него нет Фуриона, но Артизи... Ну, Артизи нахоть деревья, да, это не проблема. Но по итогу, ладно, шутки с шутками, но ничего хорошего для команды Аниуби, они теряют еще одного героя, и Рошан все еще стоит. Скорее всего, сейчас команда ЕГ пойдет его забирать. Да. Неплохо, да. В общем, по поводу Виверны, как бы укимейт тут больше используют на то, чтобы контр-инициировать или какую-то атаку установить, потому что, ну, если ты с Кишем ТБ, ты можешь, как в прошлый момент у нас был, ну, один из прошлых моментов, когда не добили Тибера из-за Винтерскерса неточного. Ну да, 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 это понятно. Но там вообще был непонятный Винтерскерс. Брейф, а Тибера, а ЕГ забирает силы света, но все-таки Медуза подбирает. Все-таки Медуза нажимает Артизи Блэкенбар, убивает Распирита. Ну и Тибер здесь в опасности, Тибер, надо как-то уходить. Дает Тибер Чен Чакрам, Сумаила, может быть, и убьет. Вот Сумаил погибает, теряет свой Егис. Неплохо, Зай, больно Заю, Зай нет. Все, что добивает Ами, верно. Ну и Артизи, Артизи, до конца воевать. Артизи подхиллась от Зая, Артизи живет. Юнайм получает Стоунгейс, окаменел и погиб. Отличный игрок Артизи в этот раз. Шикарно постоял до конца, ну и Зай помог своим подхиллом на Ио. Снова погибает команда Ньюби, почти в полном составе. Целенсер совсем недавно воскрес, ну и печальненько. Много денег ЕГ получает. Да, потеряли они Айгис, но в целом... А, это слушай, даже не Яш, не Манты, это просто с Кади появляются Медузы. Ну, честно, по-моему, это 3-1. По-моему. Как-то вот прям чувствуется, что это 3-1. Я не знаю, как Лавсилир сможет вывести. Все труднее становится каждый файт. Все труднее. Легче не будет. Будет еще труднее, еще труднее. Брейп Атакса! Юниверс больно, хотя это еще непонятно, кому больно, Тимбер тоже страдает, но по итогу Акк живет на 250 хп, его отталкивают подальше. Курса висит больно, от курсы больновато. Остается там буквально 100 хп. Да, конечно, нерадошные перспективы у Ньюбе, потому что преимущество без потери сторон уже 15 тысяч. А при первой стороне там уже сверху 5-0. Да, не-не, я, конечно, люблю хайпить там камбэки, но с таким пиком камбэкать почти нереально. Ну, я не знаю, что-то нужно сделать. Сумаил, но Сумаил, но тиммейта далеко. Тиммейт, а вис на релокейте может прилетит? Да-да-да, есть релокейт, есть, есть, есть. Сумаил пошел под хил, есть Винтеркерс, неплохо. Главное Сумаил спасти, Сумаил пытается уйти. Врыв Атакса, шикарный, по-троим! Блэдмаил нажимает Юниверс, правда там все-таки пошли какие-то баши Сумаил, Кулн и Брейс, Сумаил живет. Надо уйти. Ньюбе может уйти? Ну, врывается Артизи на Фейта, Фейта добить, Фейта добивают. Неужели конец настолько близок? Неужели скоро команда ЕГ победит? Крипе, да, сидит. Понимает в каком, скорее всего, команда ЕГ, но трудно с этим крипом сделать. 19-10. Как же долго жил Сумаил? Да, да, ну, прилетел ИО, все, грамотно сделал. Реалокайт был, надо было прилетать, спасать. Ну, дальше Винтеркерс, Агракс, все это было скомбинировано. Выходит Юная, нажимает рейдж, поубегает за Тауэр. Взяли пик ЕГ, очень жадный, очень наглый, за который нужно, можно было наказывать. Но Ньюбе предпочли фармить. Ну, пофармили. В итоге, сейчас понимают, что как-то... Как убивать и Медузу, и Свена? Ну, как этих героев убивать? Акс убить, это ж жертяи все, посмотри на них. У Медузы 2200 хп, это под ИО. У Свена 2200 хп с Варкраем. Ну, Акса хп меньше всего, на удивление. Ну, и, опять же, Бладмейл там, опять же... Варкрай вешается, опять же, ИО, опять же, Виверну. Столько всего. Не знаю. Честно. Знал бы, сказал бы, но я не знаю. Как тут можно выиграть в команде Ньюбе? Ну, да, мы видели какие-то хорошие врывы от КПА вместе с Юннайном. Пока дамеджа хватает убивать. Под глобал все это сочетание делать. Возможно, последняя атака. То есть сейчас Ньюбе могут запросто слиться, могут и убить всех. Смотрим. Выходит, Тимбер его спалил. ИО нажимает хосту. Ну, уже плохо. То есть понимает прекрасно, ЕГЭ что здесь не один. Стонгейст от Сумаила моментально врывается. Артизи, БКБ нажалки, ПА убивает. Выходит Юнайн. Тоже ему говорят, здравствуйте. Нажимает сагр Юнайн. Также в таверну. Два героя погибло. КК пытается укатиться. КК укатывается. Сумаил. Сумаил побежал на хосте. ИО. Артизи на блинке. Фейд пытается убежать. Варкрая уже просто почти под фонтан гонит. Противника. Фейд погибает. Ну и ждем. Ждем. Ждем надпись победную для команды ЕГЭ. Все-таки ИО пока погиб. Окей. Не сдаемся. Но это заход на Тер-3 башню. Дэпить трудно. А у Ластилера нет байбека. Есть байбека у Сайлансера он выкупается. Под варкраем Артизи. Дальше бить. Ох. Что-то опустит тут Тимбер. Получает стан. Мистик Снэйк. Остается абсолютно без мана. Надо идти на базу. ЕГЭ могут не уходить. Время есть. Надо бить. Надо бить. Ну и бьет сумма. Не сдает Артизи. Да, зачем уходить. Тут как бы по ХП все нормально. Ну да, нет виспа. В принципе, ГДС потратить. Нет, все же закупиться будет полезнее. Потому что там сумма на руках были большие. В принципе, все уже потратили деньги. Да, там Кераса появляется. Медуза что-то летит. А что Медуза? А, Медуза бабочку покупает. Ну, здравствуйте. Чего делать? Как отыграть? Как мне жалко команду Ньюби. Они вроде еще не проиграли. Еще гудгейм нет. Он стоит, но... Но Артизи победит. Артизи. Ну ладно, мы это на стадии драфта с тобой сказали. Что если игра дойдет до лейта, то Лавсиллер не вывозит. Все никак. Тимбер тоже не вывозит. Не вывозит. Не получится. Нет, на самом деле ты был прав. В ставочке 3-1. Но в другую сторону... Не на ту команду, да. Я не думал, что ЭГЭ будут настолько сильны. И, возможно, я думал, что Ньюби будут настолько слабы сегодня. Вот именно так. Они настолько как-то неуверенно играют. Я, честно говоря, недоволен игрой Тимбера. Точнее, вот СК как раз таки. Была его игра за инвокеров. Где мы все ждали инвокера, инвокера. По итогу он провалился. То есть было неплохо, но... Было и лучше. Намного лучше. Буквально вчера. При том, что вчера команду Ньюби и ЭГЭ обыгрывали вообще в легкую. 2-0 по 35 минут. Поехали дальше. Ну, знаешь, тут, наверное, больше сказать, что ЕГЭ хороши, чем какие-то все-таки ошибки от Юби. Потому что, ну... Я до сих пор знаю на тот момент, когда они зашли по топу, вот так вот в смоках и игру выиграли. Там положил склон. Бау, Крит живет. А Крит выживает. Очень долго Крита бьет 1СК. Артизи. Вот Артизи. БКБ. Юнайн. Бит начинает. Юнайн. Юнайн. Погибает Юнайн. Юнайн без байбека. Сумайл живой. Фейт уходит буквально 40 кп. Они ничего не могут сделать. Окей, убили Виверну. Дальше все. Конец. Врывается Юниверс. Као успевает укатиться. Добивает все-таки Роспирит. Роспирит также без байбека. Ну и... Можно бить. Может быть в вторую сторону. Можно пойти там кипя и как-то убить. Он просто пытается крипов отогнать под себя. Так, там стан по СК. Баттлхангер на кипя и блинкаут не сделать. Замедление от скади. Байбек от Виверны. Тепау. Да нет. А, агр нет. Ну есть топор. Есть топор и есть дэмиджи. Достаточное количество. Ой-ой-ой, а тут СС. Отсадолжил. Стан неплохо. Но в любом случае нас тут остаются вдвоем. Но с двоем байбеками. Юби. Ну, все равно. Все равно все слишком сложно. Акс, Брейв. На Тимберсоу. Пошел байбек. От Ио. Ио летит сегодня на релокейте. Стан от Свена. Прилетает в Тимбер. Обрывается кипя и опасно. Пошел булыжник. Попадает по двум героям. Тимбер. Чекран закинул в Зая. Зай. Зай. Нет. Зай живет. Зай живет. Тимбер отсюда еле-еле пытается уйти. Врывается Акс. Дает агр. Блэдмейл нажимает. Очень больно Тимберсоу. Тимберсоу погибает. Тимберсоу есть байбек. Тимберсоу укупается сайлосер байбека. Больше нет. КК. Также погибает. Минус на Расперите. Остается Ю-9. Остается СК. До конца воюет. Ребята из команды Ньюби. Но возможно это конец Артизи. Пока живет ГДС через секунду. Артизи. ГДС нажимать. ГДС нажать и бить. Артизи. ГДС нажал. Стан не хватает ману. Вот он стан появляется. Артизи добивает лайфстилера. Должен добавить Тимберсоу. Артизи. Артизи до конца. Артизи все же погибает в этом моменте. Но и должен погибать Тимбер. Кстати, ГДД погибает. Тимбер еще не пытается уйти. Да, там 1771 золота для Тимбера достается. Но Тимбер также погибает. И вся команда Ньюби в таверне. Учитывая байбеки. Там наверное было минус 8, минус 9. Я не знаю. Но нет. На самом деле я еще. Гуд гейм был плейт. Победа команды Вилджинисус на турнире МДЛ. Со счетом 3-1. Очень легко. Очень легко вышло все. Я думаю, что будет намного труднее. Но как-то не учитывая там первую карту. Дальше все как-то пошло. Что ЕГ чувствовали игру. На последней карте они. Точнее на предпоследней. Они немножко перепикали. Но теперь снова хороший пик. Хорошее исполнение. Ньюби просто взяли героев. Которые должны были давить. Если вы не давите, то вы проигрываете. Они взяли Лавстилера Тимбера. Который не вывозил против Свена, Медузы и Акса. Ну максимально жадных героев. Никак не вывозили. Ньюби за это не наказали. Ньюби проигрывает. Мы поздравляем команду ЕГЭ. Они молодцы. Они заслуживают прямой инвайт на мейджор. Тут безусловно состав-то новый. Но очень все круто. И даже Артизи. И даже Артизи. Очень хорошую доту показал. Артизи победил. Артизи. Артизи 12-3-17. Да. То есть очень круто отыграл. Но это Свен. Хоть и в деревьях сострял. Но без этого не выиграть. Возможно это ритуал от Артизи. Я уж не знаю. Возможно. Возможно. Поздравляем мы команду ЕГЭ. Ньюби занимает второе место. Тоже они были очень достойные на этом турнире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.